Утренние обыски прошли сегодня в мэриях сразу двух городов. В Харькове сотрудники прокуратуры расследуют дела по земельным аферам, а в Черкассах пытаются выяснить, куда на самом деле пошли деньги, предназначенные для городских ограждений. Все подробности знают наши корреспонденты. На пятом этаже Харьковского гурсовета в департаменте земельных отношений работа идет своим чередом. Обыски свои. И так 4 часа подряд. В мэрии говорят, следователи здесь частые гости. Приходили за документами в департамент, за документами, которые этот департамент не готовил и на сессию не выносил. То есть, грубо говоря, ошиблись адресом. Не было вылучено никаких документов, кроме трех ксерокопий старых договоров, которые имеют отношение не к нынешнему собственнику земли, а к предыдущему. Речь идет о делах, связанных с выделением земли по так называемой кооперативной схеме. В 2008-10-х годах Харьковская мэрия щедро раздавала участки жилищно-строительным кооперативам. Их учредители, по данным правоохранителей, вовсе не харьковчане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, а приближенные к тогдашнему руководству города Михаилу Добкину и Геннадию Кернесу. По этой схеме бесплатно раздали сотни гектаров. Первое уголовное производство прокуратура открыла еще три года назад. А в Черкасах следователи прокуратуры наведались в департамент ЖКХ. Ушли, как по звонку, ровно в час дня. Изъяв интересующие их документы. Работники департамента об обысках предпочитают не говорить. Начальника департамента на месте не оказалось. Его зам обескуражен. На столе санкция суда, согласно которой и проводился обыск. Как и подчиненные, он неразговорчив. Жалуется прокуратура на полдня заблокировала работу управления. Следователи искали документы, связанные с прошлогодним тендером по обустройству заборов в центральной части города. Департамент заключил договор с фирмой более чем на 2 миллиона гривен. Следователи подозревают, почти 600 тысяч из них украли. Мы считаем, что работы были неогрунтованно завышены. Шляхом занижения технично-якосных характеристик материала, из которого выполнялись эти работы. Изъятые в департаменте документы следователи отправили на экспертизу. Светлана Шикера, Станислав Кухарчук, Александр Яновский и Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Продолжение следует...